МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приняли участие в выборах депутатов Городской думы седьмого созыва. Из более ста кандидатов надо было выбрать 34 достойных, которые будут представлять интересы горожан в органах власти предстоящие пять лет, решать проблему, помогать, вести диалог с чиновниками. На большинстве округов в думу баллотировались по 3-4 человека. Если мы все придем на выборы, но если дружно, как говорили в советские времена, проголосуем единогласно за того кандидата, который достойный, так же будем и жить. А если мы пройдем половину, и наши голоса разойдутся на пять частей, то, естественно, перспектива будет совершенно другая. Важно для всех людей города выборы, чтобы нам помогали во всем, чтобы все были довольны. Для этого нужны выборы, чтобы люди работали за всех нас. Ну, мнение молодежи, что это достаточно важно, хотя сейчас возникает такая ситуация, в которой не все уверены, что это вообще возможно, так скажем. Но, конечно же, важно пытаться, важно как минимум не сидеть дома, а ходить, пытаться голосовать, пытаться что-то делать. В этом году на выборы депутатов седьмого созыва заявился 161 кандидат, но не все в итоге попали в лист для голосования. Около 40 были сняты с предвыборной гонки, в том числе и в судебном порядке. В борьбе за кресло в Думе приняли участие 114 человек. Определиться с выбором с Ровчаном было непросто. Вот эти новые люди, мы их не знаем, и какой-то особенной программы с их стороны, ну, то, что мы не видели этого. А работа старого депутата, ну, она как бы видна, и не знаю, ну, сложно было. Я с ним общалась, и это общение мне достаточно понравилось. Мне достаточно понравилось, как он откликнулся на мою просьбу. Достаточно быстро, достаточно все четко, поэтому на личном опыте я решила повторно выбирать именно его. Отдать свой голос за одного из кандидатов депутаты с Ровчаней могли уже со 2 сентября. Именно тогда стартовал досрочный этап голосования. В среднем на каждом избирательном участке за 11 дней свою волю изъявили по 200 человек. Срочно проходило активно. Пришло 224 человека. То есть люди шли, кто хотел уезжать в отпуск или там куда-то в другое место, приходили и голосовали. В единый день голосования 13 сентября избиратели шли на участке с самого утра. Кроме легитимности выборов, перед участковой комиссией стояла задача обеспечить безопасность горожан во время голосования в период пандемии. Голосование проходит спокойно. С соблюдением мер безопасности от коронавирусной инфекции на входе раздаются средства индивидуальной защиты, выдают ручки, меряют температуру. Стараемся, чтобы максимально безопасно это проходило. За время голосования поступило около 10 обращений о нарушениях на участках, большинство из которых не подтвердились. По итогам голосования состав городской думы обновится на 40%. Из 34 народных избранников 14 впервые наденут значок депутата. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Учителя массово увольняются из школ с начала учебного года. Новостные издания пестрят подобного рода заголовками. Из-за ограничений, вызванных пандемией, работать педагогам стало значительно сложнее. Детям учебу тоже усложнили. Согласно требованиям Роспотребнадзора, занимаются они теперь в одном кабинете, в другое помещение переходят только по необходимости, например, на уроки физкультуры или химии. На входе детям измеряют температуру, а при появлении симптомов ОРВИ должны отправлять домой. Провести съемку в школе нам не разрешили, но наша съемочная группа на улице опросила ребят, как теперь организован учебный процесс. Учителя дезинфицируют руки, но в масках не сидят. Но не очень удобно. Но это мир безопасности, их нужно соблюдать. Мы не сидим ни в перчатках, ни в масках. У нас уроки проходят хорошо. Мы с другими классами не пересекаемся. У нас звонки на переменные идут отдельно. И на урок тоже. В столовую ходим парами и пересекаемся с другими классами. Сначала, например, мы идем, потом в другой класс. Обычно, как раньше, но с мерами предосторожности, с масками. То есть из кабинета нас далеко не пускают уходить. Ну, когда было раньше, то было легче. То, что нам нужно держать расстояние между собой. Ну, мы в одном классе сидим, все уроки. К нам учителя приходят. Самые маски передвигаются по школе. Также в интернете упорно распространяются слухи, что с 20 сентября все школы России опять отправят на карантин. Этот вопрос родители задают и в инстаграме министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина и губернаторы региона Глеба Никитина. Пока чиновники утверждают, что все эти предположения о тотальном закрытии и переходе на дистанционное обучение безосновательное. Переводить на онлайн уроки будут классы на две недели только в случае, если там обнаружат больного COVID-19. Как учиться лучше, дистанционно или очно? Лучше в школу ходить, конечно. Тут и общение с другими детьми, и развитие больше идет, чем домашнее обучение. Дома учишься по дистанционному обучению, а в школе по-настоящему. А это тяжело вообще дистанционно учиться? Да. Может там все зависнуть, и ты ничего не поймешь. В школу ходить лучше. Ну, учитель объясняет. Потому что там с шлями легче, понятнее, чем самим все это разбирать. Только не дистанционное. У нас к этому абсолютно ничего не готово. Абсолютно вот в этом городе науки и техники к этому ничего не приспособлено. В школе с учителем легче. Почему? Потому что учитель все объясняет. Как утверждают специалисты, коронавирус останется с нами надолго, и людям придется привыкать жить с ним, адаптируясь к новым реалиям. При этом, с одной стороны, еще раз предлагаю не отчаиваться. Ну что ж, вирус вошел уже, укрепился очень надежно в популяции человеческой и не отступит уже теперь. Ну и мы отступать не будем. Мы знаем с вами, как профилактировать. Медики знают, как лечить. И мы с вами дружно все ждем вакцины. Это тоже будет замечательный период. Предположительно, такой режим в школах сохранится до конца календарного года. А слабнут ли ограничения со временем или наоборот станут жестче, пока непонятно. Екатерина Опенова, Ирина Вашегородцева, Евгения Швецова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. На перекус в школе дети нередко покупают на карманные деньги чипсы, шоколад и газировку. Подкрепиться после активной умственной и физической нагрузки ребенку необходимо. Во время занятий энергии и сил уходят достаточно много. Однако питание нужно подбирать тщательно. Идеальный перекус, чтобы избежать проблем с желудком, молочные продукты, фрукты и овощи, чистая вода. Соки в качестве перекусов сильно ими увлекаться не надо, потому что соки, первое, они обладают достаточно высокой концентрацией. И чтобы их пить, все-таки их лучше разбавлять водой, чтобы они не раздражали желудок, слизистую желудка. И второе, соки содержат достаточно много сахара. Поэтому употребление большого количества сахара тоже не рекомендовано. Врачи предупреждают, перекус не заменяет основного приема пищи. Завтрак, обед, полдник и ужин должны быть полноценными. Для этого в школах работают столовые. С 1 сентября учащиеся первых-четвертых классов получают бесплатные горячие завтраки. Примерное меню было разработано с учетом всех филологических потребностей детей, особенностей детей этого возраста. Учитывали все требования санитарных правил. И с этим меню можно познакомиться на сайтах образовательных организаций и на платформе «Умный Саров». На сайте «Умный Саров» родители школьников также могут заказать и оплатить горячие обеды. Стоимость одного – около 80 рублей. Мария Кощиенко – мама четвероклассника Вани. Женщина уверена, если ребенок получает полноценное школьное питание, большие перекусы ни к чему. Ребенок у меня питается рационом школьного питания. Меня это устраивает. То есть у нас бесплатные завтраки. Обеды мы покупаем. Могу ребенку положить для перекуса фрукты, яблочко, бананчик, водичку. Будет ли школьник питаться в столовой или самостоятельно – решать родителям. Самое главное для здоровья и активности ребенка – чтобы питание было регулярным и правильным. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Большая колейность и многочисленные выбоины. Участок проезжей части по улице Московской от торгового центра Плаза до перекрестка с улицы Зернова давно вызывает нарекания у автолюбителей. Поэтому во время общественных обсуждений и онлайн-голосования в январе этого года жители города из семи участков дорог, ремонт которых может быть профинансирован из областного бюджета, выбрали именно этот. На некоторых участках автомобильных дорог, которые входили в результаты голосования и не победили, значит, по итогам, тоже ремонт, ну, частично выполнен. На улице Садово, улица большая коммунальная, в некотором объеме ремонт произведен тоже. В середине сентября настал черед и участка на улице Московской. Ремонт дороги делают в рамках государственной программы развития транспортной инфраструктуры. На данный момент производство фрезерования старого покрытия. Далее будет укладка выравнивающего слова и устройство покрытия автомобильной дороги площадью 3684 квадратных метра. Генеральным подрядчиком выступает дорожное эксплуатационное предприятие. Сумма контракции составляет 4 миллиона 550 тысяч рублей. В соответствии с графиком производства в работе у них, вот, графики до 15 октября, конечно, они сдадут, может быть, пораньше, где-то, может, конец сентября это будет. Департамент городского хозяйства продолжает работу по включению участков дорог, которые требуют обновления в другие адресные программы ремонта дорожного полотна. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Виктория Марьясова лечит соровчан уже три недели. После окончания Приволжского исследовательского медицинского университета девушка вернулась в родной город и пришла работать участковым врачом в первую поликлинику. Виктория с детства мечтала стать доктором и помогать людям. В профессии врача я считаю, что самое главное – уметь помочь и понять пациента. И где-то посочувствовать, где-то сказать доброе слово, где-то успокоить пациента, постараться его поддержать, чтобы дать силы дальше идти на обследование, дальше вести здоровый образ жизни. Шесть лет учебы в ВУЗе стали для Виктории основой для дальнейшего развития в области медицины. Молодой специалист считает, что совершенствоваться в этом направлении можно и нужно постоянно. Полученные знания повысят ее квалификацию и позволят оказывать пациентам более качественную помощь. Все врачи, медсестры, все постоянно проходят обучение, семинары, вебинары. И нужно стараться быть на волне с этим общим потоком информации, потому что информации сейчас огромное количество, только успевают читать. Основную часть рабочего времени участкового терапевта занимают осмотры пациентов в кабинете и посещение больных на дому. Сейчас ведутся электронные карты медицинские. Ну, их предпочтительнее сейчас вести. На приеме я сейчас мало пишу, больше вот работаю с компьютером. Ну, соответственно, осматриваю пациента, записываю полученные результаты, результаты осмотра в компьютер. И, ну, бумажные никто не отменял карты, вот они стоят. Этой осенью штат клинической больницы номер 50 пополнили также педиатр, стоматолог и еще один участковый врач-терапевт. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Если вы работаете официально, то каждый месяц платите по 13% от своей зарплаты в виде налогов в бюджет. Государство может вернуть вам эти деньги, если вы купили жилье, заплатили за лечение или образование. Своё или членов семьи. В течение года работодатель, налоговый агент удерживает 13% из дохода гражданина. А по окончании года данные средства, которые у него были удержаны налоговым агентом, налоговой инспекцией возвращает их на расчетный счет. Вернуть деньги можно за три предыдущего года. Вы можете одновременно заявить вычет по разным видам социальных расходов. На обучение, лечение, добровольное страхование жизни. Суммарно можно вернуть до 120 тысяч рублей. В качестве имущественного налога – до 3 миллионов рублей в год. В налоговом периоде не всегда удается использовать имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением жилья. Поэтому остаток имущественного вычета переносится на следующие налоговые периоды. После того, как физическое лицо использует имущественный вычет полностью, повторное предоставление вычета не допускается. Чтобы оформить налоговый вычет, необходимо подать документы, которые подтверждают ваше право на него. Перечень того, что нужно собрать в каждом отдельном случае, можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы России. Подать заявление и получить вычет можно в налоговой службе или у работодателя. Работодатель предоставляет вычет, начиная с месяца, в котором обращается физическое лицо с документами. То есть работодатель не будет удерживать налог на доходы физических лиц каждый месяц. У работодателя налогоплательщик будет получать вычет постепенно с каждой зарплатой. В инспекции перечислят всю сумму сразу. Сотрудники налоговой службы за три месяца проведут камеральную проверку. После, в течение месяца, деньги зачислят на счет, который указан в заявлении. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В детстве все любят смотреть мультфильмы, сопереживать персонажем, представлять себя в сказочных мирах. Воспитанники детского сада номер 42 создают их сами. Аппликация на картоне может стать основной декорацией, а человечек из пластилина – главным героем. Анимационная студия «Мультимагия» существует около четырех лет. Изначально дети занимались в изокружке «Палитра». Позже появилось более узкое направление. Мы рисовали и пробовали, нетрадиционные техники пробовали. И первые свои мультфильмы мы еще не в мультстудии создавали, а в изо-студии «Палитра». Позже мы углубились в это, и основной нашей деятельностью уже стало создание мультфильма. Ирина Донцова занимается в студии второй год. С каждым этапом создания мультфильма девочка знакома давно. Больше всего Ирине нравится продумывать сюжет. Сначала мы придумываем историю, потом мы делаем героев в фон, потом мы начинаем двигать их, фотографировать кадр за кадром, потом мы должны озвучить персонажей. Мультфильмы создают воспитанники старшей подготовительной групп. В процессе дети изучают информационные и медийные технологии, воплощают свой творческий потенциал в каждом кадре. Разработка сюжета развивает воображение, создание декораций персонажей – мелкую моторику. У кого-то актерские способности хорошо развиты, они могут здесь себя проявить. Кто-то очень любит технику, и он оператор, он очень хорошо пользуется техникой, следит за кадром, фотографирует и монтировать пробует уже тоже хорошо получается. Поэтому мультипликация тема хороша, что позволяет раскрыться разным детям. Дошкольники создают мультфильмы в разных техниках и отправляют их на городские, областные и всероссийские конкурсы. К работам воспитанники подходят ответственно, тщательно прорабатывают идеи, детали и нередко становятся призерами. В этом году ребятам удалось занять первое место в областном конкурсе социально-экологической рекламы «Все о раздельном накоплении отходов» и на третьем международном фестивале авторской мультипликации «Я творю мир». Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Каватина Фигара с первых нот погрузила зал в особенную атмосферу оперы и классической музыки. Арию сивильского цирюльника из одноименного произведения «Джаки на растении» исполнил Максим Перебейнос. Солист «Геликон оперы» сразу дал понять, что программа этого вечера будет особенной. Зрители станут ее активными участниками. По задумке режиссеров, концерт был представлен в виде спектакля, в котором объединили арии из разных опер. «Театр «Геликон опера» – это, в принципе, театр действия, театр мобильности какой-то артистов. И любое произведение мы преподносим для зрителя, как некий такой ограненный бриллиант, я бы сказал. Потому что просто выйти спеть – это каждый может. А наша задача – еще донести. Гастроли московских артистов в городах присутствия «Росатома» проходят в рамках празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. Наша первая часть началась в Челябинской области. Были в Челябинске известные города Снежинск, Озерск и Трехгорный. Попутешествовали там, посмотрели очень достаточно интересные места, природа просто потрясающая. Программа артистов «Геликон оперы» под названием «Пять звезд» – это большие гастроли пяти солистов театра. Они представили зрителям атомных городов арии из известных классических произведений, а также романсы и русские народные песни. Каждый из артистов не просто пел, а на несколько минут перевоплощался в героя арии. Используя лишь голос и пластику, солисты органично переходили от одного образа к другому, погружая зрителей в действия на сцене. Дуэт двух грациозных кошек Майи Барковской и Ольги Спицной, которым подпевал Дмитрий Пономарев, покорил саровские зрители. Артисты «Геликон оперы» виртуозно исполнили арии из опер зарубежных композиторов, а еще с большей душевностью спели романсы и русские народные песни. Я их люблю с детства, у меня бабушка пела, когда я была маленькая, колыбельная, и она старалась именно русские народные песни мне петь. Они даже были веселые, я все равно засыпала. Концертом в Сарове большие гастроли столичного театра завершились. Артисты вернулись в Москву. В 2020 году «Геликон опера» отметила 30-й день рождения. 31-й театральный сезон начался с важных событий. Впервые после пандемии коронавируса в театр пришли зрители, и впервые на сцене зала «Стравинский» был представлен спектакль «Каменный гость Доргомышского». Портрет дяди Вани для художника Игоря Савкова – одна из самых любимых картин. С ней у мастера связано много воспоминаний. Дядя Ваня много рассказывал молодому юноше о нашем городе, о церквях, святых местах и подземных ходах. Когда в 1983 году Игорь Савков переехал в Саров, первым делом посетил подземные пещеры. Под впечатлением от увиденного, юный Игорь решил написать портрет того, кто открыл ему тайны города. Очень много мне рассказывал и показывал даже каких-то документов. Этим меня привлек. Добавок ко всему, он был ветеран войны. Он прошел всю войну от первого до последнего дня. Был неоднократно награжден. И как человек он мне очень понравился. В экспозиции представлено более 50 произведений. В основу выставки легли этюды. Именно им художник посвящает большую часть времени. Игорь Савков путешествует по всей России. Куда бы он ни поехал, с собой берет мольберт, кисти и краски. Здесь нет работ, выполненных по принуждению. Это те работы, которые я делаю в своих путешествиях, поездках или пленэрах с друзьями. Это, естественно, все работы с очень позитивной аурой. В каждую работу Игорь Савков вкладывает частичку души. Своё настроение, эмоции. Картина художника находится в частных коллекциях в России и за рубежом. Он постоянный участник всероссийских выставок. Посмотреть работы Игоря Савкова можно до конца октября в городском музее. Без возрастных ограничений. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Сельское хозяйство – практически единственная отрасль, на которую пандемия не оказала большого влияния. Эпидемия пришла в нашу страну, когда большинство затрат на этот год уже сделаны. Поэтому цены на овощи и фрукты в 2020-м поднимать было не нужно, считает фермер Валентина Сметанина. На ярмарку «Осенний завоз» женщина приехала из Ордатова. В этом году цены на ее товары остались прежними. Крупные помидоры у нее по 85 рублей за килограмм, баклажаны – 46, картофель – от 10. Для сравнения, в сетевых магазинах фрукты и овощи стоят почти на 20 рублей дороже. Ну, чеснок не уродился в этом году, цена, конечно, повыше. А так, в среднем все, приемлемые цены. Я считаю, прошлась у нас даже дешевле, чем вот тут стоят у вас. За 100 рублей любители сладкого у кондитера Сергея Любимова смогли приобрести пряники со вкусом мяты, яблока, сгущёнки и грецких орехов. У молодого человека изделие стоит в два раза дороже, чем в магазине. Но, как уверяет Сергей, пряники пекутся по старинному рецепту – в специальном подносе в городце. Отсюда и такая цена. Достаточно старый рецепт у него, больше 300 лет ему. Люди просто из поколения в поколение перенимают. И тесто месит вручную, и лепит вручную. То есть, никакого автоматизированного такого нет. Люди делают нас специально, знают, как это все лепится правильно, чтобы он был и мягкий. И люди, которые покупают часто, они приходят и говорят, мы вот пытаемся делать сами. У нас, они, говорят, дубеют, получается дубовые. А у нас вот они как-то так знают традиции. По низким ценам саровчане смогли приобрести мясную, кондитерскую, сувенирную продукцию, мед, чайные сборы. От производителей из Нижегородской, Орловской, Владимирской, Ивановской, Волгоградской областей и Республики Адыгея. Многие ждут осенний завоз целый год. Ярмарка замечательная. Не первый год я ее уже посещаю. Хочу сказать спасибо организаторам этой ярмарки. И такое пожелание большое, чтобы больше было как бы с областей разного товара. То есть приглашайте еще и еще людей. Я пока хожу, смотрю и впечатлением набираюсь. Обязательно что-нибудь куплю. Атмосфера хорошая. Пока ищем в процессе. Также на ярмарке все желающие смогли бесплатно посетить галереи русской иконы и музеи ретро-техники военно-исторического общества «1945». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Павел Козлов работает в нашем театре уже четвертый год. Молодой человек закончил Нижегородское театральное училище. Сейчас получает высшее образование в ГИТИСе. Полученные знания и опыт Павел хочет передать подрастающему поколению. Для этого в Молодежном Центре он открыл студию слова, где будет обучать подростков ораторскому искусству. Я взял выжимку, скажем так, из сценической речи, из тренингов, из упражнений. А также на практике будем проверять все, что мы сделали. И пошли ли наши занятия на пользу ребятам. Будем заниматься читками пьес. Как считает Павел, этот курс будет полезен и старшеклассникам, которым предстоит сдавать устную часть ЕГЭ, и студентам, чтобы хорошо представить проект или дипломную работу. Педагог поможет ребятам справиться с боязнью публичных выступлений, понять, что в этом нет ничего сложного и страшного. Я не хочу просто им преподавать, чтобы вот они ходили и слушали меня. Я хочу вести с ними диалог. Поэтому мне бы хотелось посадить их всех, послушать вообще их мнение о том, что сейчас, ну как бы, как проходят наши занятия, чего им не хватает, чего бы им хотелось. Может быть, смотреть какие-то интересные фильмы, копаться в них, разбираться. А также я хочу звать их в театр, прям в театр, в кино, учиться смотреть. Принять студию могут 8 человек. Заняты уже два места. Люди приходят в слово по разным причинам. Алина Сылаева всегда хотела научиться разговаривать красиво. Хотелось бы больше практики, больше живого общения, выполнять как можно больше упражнений на дикцию, на четкой встрече. Занятие в студии «Слово» бесплатное. Записаться можно по телефону 9-91-18. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. На столе яблоки, виноград, баклажаны, тыквы, помидоры. Все эти овощи и фрукты вырастили на своих огородах пенсионеры города. Каждый год в начале осени Совет ветеранов подводит итоги лета. Среди фруктов и овощей на столе можно увидеть замороженные, сушеные, маринованные грибы. Их собрала своими руками в Саровском лесу Вера Ульянова. По ее словам, в этом году грибов было немного. Год такой необычный у нас. Но в июле я постаралась, потому что сын у меня живет в Канаде. И самым лучшим подарком для него – это грибы. Мы готовим грибы здесь всегда. С удовольствием ветераны пробовали и хренадер Светланы Клеменовой. Женщина готовит его для супруга. В этом году она решила попробовать сделать это блюдо по новому украинскому рецепту. Помидорки надо ошпарить, шкурку очистить, прокрутить через мясорубку. И из расчета 2 килограмм помидор, 100 грамм хрена тоже через мясорубку и 100 грамм чесночка тоже через мясорубку. 4 чайных ложки соли без горки и 3 ложки сахара без горки. Все размешать и все. Но это будет очень остро. Мужчины такое любят. На протяжении всего вечера ветераны наслаждались общением друг с другом, делились впечатлениями об урожае. А после всех гостей пригласили на праздничный концерт. Для них его подготовил творческий коллектив «Улыбка». Хорошие настроения – это немаловажный фактор, именно как один из показателей уровня жизни людей. Если люди унылые, ну представьте себе, значит их что-то тяготит. А когда пусть даже тяжело живется, но когда у человека вот такие песни послушают, они сразу же, у них настроение повышается. А это что? А это, так сказать, моральный фактор у людей появляется. Следующая встреча в Совете ветеранов состоится в октябре во время декады пожилого человека. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Во время режима самоизоляции саровчане активно участвовали в онлайн-флэш-мобе «Ни дня без спорта» и онлайн-фестивале «ГТО дома». Победителей призеров организаторы наградили памятными подарками и золотыми знаками отличия. На праздники здорового образа жизни в рамках областного проекта «Спорт в каждый двор». В наше сложное время спорт – это здоровый образ жизни, это ваше хорошее самочувствие, ваш оптимизм. Будьте за спортом, и все у вас будет хорошо. Даша Зимина отправляла видео с домашних тренировок на онлайн-флэш-моб. Девочка регулярно делает растяжку, занимается гимнастикой и отмечает важность здорового образа жизни. Я получила тепло, за что я занималась спортом, то есть не ела чипсы, не пила лимонад. Показывала, что я научилась на дистанционном обучении. Нужно вести здоровый образ жизни, чтобы человек был сильным и здоровым. Программу продолжил турнир по уличной гимнастике. Для Дмитрия Чепегина проект «Атомный воркаут» стал своеобразным мерилом личных достижений. На турниках молодой человек тренируется около шести лет. В соревнованиях он участвует не первый раз. В прошлом году были соревнования, когда мы выбрались на межгород. Я в том году занял второе место. Тоже поехал на межгородские соревнования в ЖЭСК. Но там уже пожестче было, там с весом делали. Участники традиционно состязались в двух дисциплинах – подтягивании и отжимании на брусьях. Проверить свои силы мог любой желающий. Дмитрий показал лучшие результаты и стал победителем городского этапа «Атомного воркаута». Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова